Все попугая запоминают ярко окрашенные фразы, такие, ух, с эмоциями. Фотогеничная Габриэль и сдержанный Тимоша. Знакомимся с жителями зооуголка. Ну, безусловно, это уже, наверное, на уровне автоматизма. Гололёд и плохая видимость. Как справиться с помехами на дорогах в полярную ночь? Готовимся к зиме вместе с гостем студии. Граф Дракулов, личный робот-помощник Ишай Хулуды с Аракисом. Обзор кино от Дианы Бабаевой. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 21 октября, четверг, в студии Юлия Константинова. Тема выпуска «Где родился, там и пригодился». Когда-то давно я испытывала к Мурманску неприязнь. Мне хотелось скорее отсюда сбежать и никогда не возвращаться. И я пожила в другом городе и даже в другой стране. Но в итоге тяга к родной земле оказалась сильнее меня, и я вернулась. С тех пор моя неприязнь сменилась на милость, а затем переросла в любовь. И немаловажную роль в этом деле, я считаю, сыграли мои увлечения и мой настрой. Я для себя решила так. Раз я здесь живу, значит я сделаю все, чтобы чувствовать себя счастливой. И вуаля! Любимая работа, любимые увлечения, любимые друзья, родители рядом и образ жизни, который приносит удовольствие и радость. Прямо как наша программа. Доброе утро, друзья! Предлагаю вам начать этот день просто с убойной дозы умиления. А может быть и не только. Вы спросите, где же ее получить? А я вам скажу, в живом уголке ДК имени Кирова. Ты хочешь съесть его? Ну не надо. Но можно нам его оставить. Я бы назвала это место настоящим райским уголком для птиц. В мире и согласии здесь живут полнистые попугайчики, карелы, неразлучники, зебровые амадины, зеленушки. А настоящим сторожилом можно назвать солдатского попугая Ара – Габриэль. Фотогеничности этой пестрой птички не занимать. Позировать на камеру ей ну очень нравится. Родина Габы – Южная Америка. В природе эти птицы живут стаями по 20 особей. Питаются они в основном фруктами. Любимые вкусняшки Габриэль – виноград, яблоки, цитрусовые и орехи. Разговаривают они довольно интересно. Ара, ара, поэтому их зовут Ара. Почему она солдатская? Потому что у нее зеленое оперение напоминает солдатский мандир. Когда-то Габа жила в семье, но в 1996 году ее передали в живой уголок Кировки. С тех пор она стала местной любимицей. Птица свободно гуляет по зданию и играет со своими плюшевыми друзьями. Габриэль – ну очень дружелюбная птичка. Она не смогла отпустить меня с пустыми руками и даже кое-что подарила. Посмотрите, какая красота. Они линяют ежегодно. И вот у меня теперь есть такой сувенир на память. А в соседней клетке проживает важный и серьезный Тимоша. Он еще совсем молодой. На воле африканские алохвостые попугаи Жако живут до 70 лет. Тимоши пока только 9. Жако – самые говорливые птицы в мире. При своей сдержанной натуре Тимоша любит пообщаться с детьми на экскурсиях, подслушивать телефонные разговоры и передразнивать сотрудников Дворца культуры. Все попугаи запоминают ярко окрашенные фразы, такие с эмоциями. И поэтому надо очень жестко следить за своей речью, чтобы ничего лишнего не сказать. Рацион у птички разнообразный. Тима может перекусить как насекомыми, так и простым огурчиком. Несмотря на такие разные характеры, пернатые нашли общий язык. Посмотреть на эту парочку часто заглядывают и сотрудники заведения, и любопытные посетители. Что ж, после этого знакомства с милыми обитателями живого уголка у вас просто нет шансов провести этот день в плохом настроении. Так что улыбайтесь и хорошего вам дня. Евгения Гречуха, Павел Критейков, ТВ21+. Сегодня, 21 октября, на Кольском полуострове ожидается облачная погода. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. В порывах 15-20 метров в секунду. В Кировске, возможно, метель, гололедица. В Кандалакше 0 градусов. В Апатитах и Кировске минус 2, плюс 1. В Никеле и Заполярном 2 градуса ниже нуля. До одного опустится столбик термометра в Североморске. В Мурманске минус 1, плюс 1. Небольшой снег. Хорошего вам дня! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня четверг, а значит самое время начинать еженедельный кинообзор. Сразу вспомнилась цитата Рональда Рейгана. Продюсеры не стремились делать эти фильмы хорошими, они стремились сделать их к четвергу. Надеюсь, к нашей сегодняшней подборке эти слова не имеют никакого отношения. Итак, первый в списке премьер – анимационный фильм «Неисправимый Рон». Есть два типа людей, пап. У кого есть Бибот, и у кого его нет. Приветик! Прости, я попал в кадр. Но на это есть фильтр. «Неисправимый Рон» – это история о робко-мальчике Барни. Он последний в своей школе, у кого нет Бибота – личного робота, помогающего детям учиться, развлекаться и заводить знакомства. День рождения Барни все же получает от отца заветный подарок. Но робот оказывается бракованным. Расстроенный школьник решает сдать устройство обратно в магазин. Однако в последний момент меняет план и решает обучить нового друга всему, что знает сам. Я Бибот Барни. Придете в мой тайный сарай, чтобы его платить? Нет, нет. Нет. До роба-легенд вроде Валли и Стального Гиганта мультфильму, конечно, далеко. Зато в нем есть много комедийных моментов. Так что посмеяться можно всей семьей и детям, и родителям шутки придутся по вкусу. И чего, конечно, не скажешь о следующей картине. Граф Дракулов. Кошмар, который превратился в реальность. Что бы на это сказал Зигмунд Фрейд? Отвратительно. Мне понравилась. Хорошая шутка. Это Варвара, моя невеста. Господи. Зачем? Галустян, ну не позволь армянский народ. Итак, Дракулов. Беспощадная пародия на фильм о графе Дракуле. В главной роли Михаил Галустян. Его герой – представитель дворянской династии из Трансильвании. Решает приобрести солидную недвижимость в Москве. Тут в дело вступают российские юристы-мошенники, которые хотят обдурить вампира и продать вместо роскошных апартаментов деревянный уличный туалет. Однако это оказывается не так просто. Кстати говоря, фильм «Дракулов» снял режиссер Илья Куликов, известный миру такими шедеврами, как «Полицейские срублевки», «Глухарь», «Карпов». Да кого я обманываю? Вот если после просмотра «Дракулова» почувствуете неприятный осадок, то перебить его поможет следующий сеанс. Благо, в кинотеатрах все еще показывают потрясающую Дюну. Это испытание простое. Вынешь руку из коробки, умрешь. Что в коробке? Боль. «Дюна» – фильм Дэнни Вильнёва по культовому роману Фрэнка Герберта. Наследник знаменитого дома Атрейдеса в пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной, кишащей жуткими шехлудами Аракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца и основной причины межгалактических конфликтов, невероятно ценного ресурса, именуемого «Меланж». В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться. Это становится началом его эпического путешествия. Страх убивает разум. Мой герцог. А когда страх пройдет, останусь только я. Бежим! Бежим! Дюна Вильнёва – это третья экранизация романа Фрэнка Герберта после «Дюны» Дэвида Линча и мини-сериала «Сай-фай». Была еще попытка Алехандра Ходоровски, но провалилась из-за непомерно высоких затрат. Ну а наш кинообзор на этом все. Как говорится, чтобы сделать хэппи-энд, нужно просто оборвать фильм вовремя. Поэтому до встречи на следующей неделе. Всего хорошего! А мы по традиции разыгрываем два билета в кинотеатр «Люмин Галактика» на любой фильм и любой сеанс. Для того, чтобы получить эти билеты, необходимо правильно ответить на следующий вопрос. Композитор Ханс Циммер для работы над музыкой к фильму «Дюны» отказался от участия в другом масштабном кинопроекте. Каком именно? Ответы присылайте в директ инстаграма «Наше утро». Я желаю вам удачи, а мы двигаемся далее. Сегодня день рождения отмечает именитый актер и режиссер кино, лауреат премий «Оскар» и гран-при Каннского кинофестиваля Никита Михалков. В этот день родился Евгений Шварц, советский прозаик и драматург. А еще 188 лет назад родился Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии. Знаете, я считаю, что мы с вами большие счастливчики, потому что живем в такой интересный период, период возможностей. Хочешь здесь живи, хочешь там, хочешь год, хочешь всю жизнь, хочешь хоть два месяца, хочешь в проруби купайся, хочешь хоть тэквондо занимайся. Прямо как юные мурманчане, которые с большим энтузиазмом и блеском в глазах оттачивают свое мастерство ударов, развивают концентрацию внимания и собранность. Еще одна польза тэквондо – улучшается координация движений. Кстати, увлечения действительно влияют на то, как мы себя ощущаем в том или ином месте. Например, моя любовь к Мурманску пробудилась благодаря моржеванию. Я стала более устойчива к стрессу и холоду, а это, в свою очередь, повлияло на мое настроение и отношение к городу. Так что, если вы страдаете или вам грустно, может быть, пора найти себе уже увлечение? Или для начала хотя бы посмотреть продолжение программы. Как победить знатоков «Что, где, когда» – ответ у северянки Анны Тетериной. Напоминаем о безопасности на дорогах. Гость студии – полковник полиции Алексей Тарунин. Разная история и разная судьба, а объединяет их театр. Знакомимся с молодыми артистами областного театра «Кукол». Доброе утро, дорогие друзья! А у нас время гостей. Сегодня наш красный диванчик принимает полковника полиции Алексея Витальевича Тарунина. Доброе утро, Алексей Витальевич! Доброе утро! Начнем с такого вопроса. Как начинается ваше утро? Безусловно, с пробуждения, безусловно. Осознание того, что находится, наверное, там за окном. Смотрю на погоду, в том числе, в первую очередь. И думаю, наверное, о тех вопросах, которые придется решить в течение дня. А вот в нынешнее время, наверное, самое актуальное – это состояние прожжих частей, наличие снега. Ну и как думаю сразу, в каком состоянии находится прожжая часть, насколько безопасно движение. То есть вы уже с самого утра включаетесь в работу? Ну, безусловно, это уже, наверное, на уровне какого-то автоматизма, но тем не менее, это важный вопрос. Тем более, вот в нынешние дни, когда погода изменилась, неожиданно резко для мурманчан, выпал снег в октябре месяце. Есть ли у сотрудников ГИБДД любимые и нелюбимые времена года? Раз уж мы заговорили, да, о наступлении зимы, то мне кажется, будет логично обсудить этот вопрос. Особенно для Мурманского региона. Это, наверное, актуально. Специфика, наверное, такая в Мурманской области из нескольких факторов состоящая. Ну, первое, это сезонность по погоде. И второе, это, наверное, отток жителей Мурманской области в летний период. Это очень большое все уже от обыск. И мы наблюдаем, что, в принципе, город-то пустой летом. Нет ни пешеходов, ни машин. И нам, в том числе, гораздо проще летом работать. Работы, как говорится, меньше. А вот в осенний период, переходный период в зиму наиболее является сложным. Такой более аварийно-опасный, наверное, даже я бы сказала, да? Даже не то, что более аварийно-опасный, а действительно аварийно-опасный. Вот если в среднем у нас в месяц происходит, ну, 70 ДТП, в которых люди получили ранения или погибли в среднем месяце, да, то в октябре, в ноябре 100, 110, иногда даже 120. Этот переходный период из осени в зиму, он очень негативно влияет, в том числе и на состояние аварийности. Потому что после летнего режима движения на автомобиле водителю нужно привыкнуть, понять, что тормозной путь, безусловно, стал длиннее. Много других факторов влияют на безопасное движение. Ну, допустим, водитель привык летом выйти из дома, сразу везти машину и поехать, да? Да. Уверен, что все видит, и дорога безопасна. При наступлении зимнего периода ему нужно перестроиться. Опять же, если стекла замерзли, то нужно дождаться, пока они... Плохая видимость. Да, плохая видимость, пока они оттают, и видимость позволит безопасно двигаться. То же самое касается пешеходов в том числе, потому что пешеход тоже должен понимать, что тормозной путь в зимний период, он гораздо длиннее, чем в летний. И двигаться, и переходить через дорогу даже там, где это положено, где это возможно, где это разрешено. Тоже с учетом того, что приближающийся автомобиль, он может и не остановиться сразу. Я просто за собой, как за пешеходом, иногда замечаю такое, думаю, а, ну водитель остановится. То есть вот такое отношение бывает. Вы знаете, здесь обязанность пешехода, в том числе при переходе проезжей части по пешеходному переходу, где это, в принципе, разрешено, убедиться в том, что переход будет безопасен. Убедиться, что транспортное средство, которое находится там слева-справа, его скорость позволит остановиться этому транспортному средству. Это прямо прописано вправо в дорожном движении. Но некоторые пешеходы у нас, к сожалению, этим пренебрегают, либо не знают, либо не помнят. Капюшон надел на голову, закрылся, и наушники, и через дорогу, меня пропустят. Но, к сожалению, это не всегда так. Водитель, особенно в переходный период, ну не может просто остановиться. И учитывая, что у нас в Мурманске все-таки с наступлением и холодов, и осеннего, и зимнего периода увеличивается и темное время суток, тоже видимость становится ограниченной, недостаточной, и пешеходов зачастую не видно, особенно когда они одеты в темную одежду, и на них нет никаких привлекающих внимания элементов. Так, если немножко о статистике, о цифрах, о физике движения, то, допустим, при скорости 60 км в час тормозной путь в идеальных условиях на сухом асфальте составляет примерно 30 метров. А видимость пешехода без светоотражающих элементов, она порядка 25 метров. О, все впритык. Да, все впритык, даже тормозной путь больше. А вот видимость пешехода, который на себе имеет какие-то светоотражающие элементы, она достигает до 150 метров. Ну, рекомендуется, чтобы они были достаточно большими, ну, более 7 сантиметров в длину, и не меньше двух, а даже чем больше, тем лучше, как говорится. Ну, понятно, да, чтобы прям со всех сторон. Да, и со спины было, а сбоку было видно. Мало не бывает, как говорится. Поэтому настоятельно рекомендуем всем пешеходам пользоваться либо одеждой со светоотражающими элементами, либо приобретать, где-то находить светоотражающие элементы. Они везде в продаже достаточно много, и на заправках, и на длинных местах. А вот поподробнее вашей акции «Засветись». Она об этом? Да, именно об этом. Именно об этом мы подумали, чтобы у нас участники дорожного движения Бурманской области как-то к этому подготовились, как-то через себя это пропустили, вот, осознали. Но это в том числе мы делаем во взаимодействии и вместе, так скажем, по-простому, с органами образования Бурманской области. В настоящее время во все муниципальные образования практически поступили светоотражатели по линии Министерства образования. Их большое количество. Сейчас все дети будут этими светоотражателями, скажем, снабжены в платном порядке. И мы в этом мероприятии тоже участвуем, в том числе, наверное, с детьми. А с детьми, кстати, проводите какие-то образовательные предприятия? Наше направление деятельности в плане работы, вот, в рамках этой акции, все-таки это самые незащищенные пешеходы, самые незащищенные участники дорожного движения. Ну, потому что, наверное, в силу своего возраста... И не самые внимательные, да. Не самые внимательные, немножко рассеянные, да. Куда-то спешащие, может быть, или, наоборот, задумчивые. Вот, поэтому, ну, это основные, кто, может быть, не осознает опасности. Да, не думают об этом. Ну, я надеюсь, что акция разрастется, и все-таки больше людей, и в том числе я. У меня нет светоотражателя, кстати. Обязательно рекомендую. Да, да, обязательно. Потому что иногда бывает страшно переходить дорогу. Алексей Витальевич, спасибо вам большое за беседу. На этом мы прекрасной ноте закончим. Все хорошо. И я надеюсь, аварий будет меньше. Мы тоже надеемся. Сегодня, 21 октября, на Кольском полуострове ожидается облачная погода. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду. В порывах 15-20 метров в секунду. В Кировске, возможно, метель, гололедица. В Кандалакше 0 градусов. В Апатитах и Кировске минус 2, плюс 1. В Никеле и Заполярном 2 градуса ниже нуля. До одного опустится столбик термометра в Североморске. В Мурманске минус 1, плюс 1. Небольшой снег. Хорошего вам дня. На счастье, здоровье и достижение целей место рождения не влияет. Скорее всего, влияют ваши стремления, жажда знаний и желание развиваться. Наша землячка Анна Тетерина тому подтверждение. Апатитчанка Анна Тетерина победила знатоков телевизионной игры «Что, где, когда». Девушка призналась, что мечтала об этом 2 года. Ее вопрос попался участникам эстонского клуба. Им показали черно-белое фото с тремя сидящими мужчинами и спросили, что скрыто за спинами людей. Команда не смогла ответить на вопрос. Оказывается, на снимке изображен инженер Бейкер с коллегами, который демонстрирует прочность проектируемого ими консольного моста через залив в Шотландии. А за их спинами находится эскиз того самого моста. Вот так, друзья, было бы желание, а остальное приложится. Кстати, у нас на очереди финальная часть программы. Не драма и режиссура, а куклы. Творческий путь молодых мурманских артистов в проекте «Человек Севера». Юные спортсмены ждут встречи с кумирами. Главный тренер сборной России проведет мастер-класс по легкой атлетике в Мурманске. Чем Мурманск притягивает людей? Как россияне из других регионов становятся северянами? Сегодня об этом расскажут актеры областного театра «Кукол» Артем Мясников и Дмитрий Егоров в проекте «Человек Севера». Артем Мясников и Дмитрий Егоров – новенькие в труппе областного театра «Кукол». Это первый театральный сезон для молодых артистов, поэтому они активно работают над тем, чтобы влиться в репертуарные спектакли. Дмитрий родом из Североморска, а вот Артем – из Ханты-Мансийского автономного округа. Он переехал в Мурманск после окончания Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге. Интересно, что с детства он мечтал совсем о другой профессии. Я хотел быть врачом, я изучал биологию, анатомию, химию. Но в какой-то момент я понял, что это перестало меня интересовать. И я начал думать, чем заниматься. В какой-то момент я попал в школьный театральный кружок, и мне понравилось. Но я оттуда быстро ушел, начал думать, как продвинуться дальше. И начал уже думать про поступление в театральный. Кукольное направление словно само выбрало юношу. Артем подавал документы на все театральные отделения ведущих московских и петербургских вузов. На бюджет взяли кукольником в РГСИ. Тот же вуз окончил и Дмитрий Егоров. Попал на куклы совершенно случайно. Перепутал аудитории, когда поступал. Поступил на драматический факультет, но выбрал куклы. На третьем туре мне попала в руки моя первая кукла. И это оказалось настолько интересно, оказалось настолько выразительным, что я решил, что стану кукольником. Работа с куклой – кропотливое и непростое ремесло. По словам артистов, у каждого персонажа свой характер, свой взгляд и душа. Готовясь к репетициям, с куклой разговаривают и налаживают связь, как с живыми коллегами из труппы. Я смотрю на них, я беру, и у меня с ними какой-то задор, интерес просыпается, наверное. Какое-то детство вспоминаешь. Не в плохом смысле, что ты. Хотя, почему это плохо? Просто чувствуешь себя счастливым человеком, когда их берешь в руки. Если изнутри себя ничего не брать, не переживать, просто актер драматически, он это все в лицо выкидывает, мы по большей части свои в руку. И если ты не любишь куклу, если ты ее не чувствуешь, она не чувствует тебя, и ты внутри точно так же не проживаешь этого, у тебя такое же зерно образа, такие же задачи ставятся тебе режиссером. И вот когда вы находите это единение, врать тоже нельзя. То есть если наигрывать с куклой, ты тоже не получится никак. Многим, кажется, легко взял, и она сделала все за тебя. Нет, совершенно нет. Это сложные системы, сложные. И вот это, наверное, больше всего и привлекает. Мурманский театр кукол привлек молодых людей разнообразием репертуара и сплоченностью труппы, немаловажные и бытовые условия, достойная оплата и жилье для приезжих сотрудников. Тут очень хорошее условие, и, в принципе, мне было интересно посмотреть природу. Я вот сейчас был в нескольких поездках, мне очень понравилось. Заглазел, ходил, реки, все уже облазил. Ну, красивая очень природа. Осень потрясающая. Ну, признаюсь честно, рассматривал несколько театров, разные города и Санкт-Петербург в том числе, но приглянулся очень этот театр по своему техническому состоянию, по тем условиям, которые он предлагает. Ставят очень хорошие режиссеры. Здесь очень крепкий, хороший коллектив. Желаем молодым специалистам с успехом влиться в труппу театра и плодотворно провести творческий сезон. «Север покажет». Максим Соловьев, Иван Герасимов, Виталий Попков, ТВ21+. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 21 октября, 71 рубль 5 копеек. Курс евро 82 рубля 61 копейка. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рублям 54 копейкам. В эти выходные в Мурманске пройдут соревнования по легкой атлетике. Спортсмены не только покажут себя, но и зарядятся олимпийским духом от именитых чемпионов. Подробности смотрите далее. Воспитанники детско-юношеской спортшколы Олимпийского резерва вовсю готовятся к соревнованиям. В эти выходные спортсмены будут состязаться в рамках 18-х соревнований по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Ларисы Кругловой. На внимание присели, не забываем, правая нога, левая рука. Если левая нога, правая рука. Запомнили, да? Ну и по команде «Хоп» вы выбегаете. Соревнования дадут ребятам возможность не только проявить себя по максимуму, но и получить порцию вдохновения и мотивации от старших коллег, настоящих звезд легкой атлетики. Мастер-классы проведут Лариса Круглова, Олеся Зыкина, а также Юрий Барзаковский, олимпийский чемпион и главный тренер сборной России по легкой атлетике. Олимпийским духом смогут проникнуться не только участники соревнований, но и мурмашинские школьники. Для них гости также проведут мастер-класс. Вывод сегодняшнего выпуска такой, дорогие друзья. Где бы вы ни родились, главное, каким человеком вы выросли, какие поступки совершаете и довольны ли вы собой. Желаю вам всего наилучшего и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!